Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 октября. Я пришла с утра пораньше в свою теплицу, чтобы помыть каркас. Потому что у нас днём жарко, работать неудобно, пока прохладно. Я вчера начала снимать видеоролики о осенней дезинфекции теплицы. И всё, что я буду делать, я вам буду показывать. А всё, что я делать, не буду. Я же не могу использовать все методы и способы. Я просто буду рассказывать. Как я уже говорила, есть и механический способ. Заменяем грунт. Я сейчас про грунт. Потом есть химический, когда препаратами протравливаем грунт, убиваем всю микрофлору. Есть биологический. Почему-то некоторые подумали, что биологический это только посев седиратов. Нет, биологический это полив биопрепаратами, вот триходерма, фитоверм, вот такими. И есть термический. Сегодня расскажу про термический, потому что он самый дешёвый, вообще бесплатный. И самый такой доступный. И вот в отдалённых деревнях, где нет никаких биопрепаратов, где может быть даже нет садовых магазинов, многие используют именно термический способ. Он вполне жизнеспособен, да, он может использоваться всеми. Сейчас я расскажу, с чего начать дезинфекцию осеннюю теплицы. Потому что хорошо грунт, о грунте я всё говорю, но в первую очередь перед тем, как обрабатывать грунт, мы должны помыть теплицу. Вот что сегодня я и пришла делать. То есть промыть поликарбонат. Поликарбонат. И это не обязательно, даже мы промываем не только от всяких спор, вредоносных заболеваний. У некоторых, например, нет в этом году вообще фитофторы. Мы просто промываем поликарбонат, потому что он всё равно запыляется, загрязняется. Промываем для того, чтобы теплица была более чистая, более светлая, чтобы солнце легко проходило. Весной обычно делать это не всем есть время, потому что там у нас рассада, там у нас посевы. А осенью, когда убрали всю теплицу, зачистили растительные остатки, вот видите, там, где у меня кошечка ходит, я всё убрала, всё разровняла, все мои ямки, лунки, которые я рыла так тщательно, глубокие весной, всё разровняла, разборонила своей маленькой такой тяпочкой. И сейчас, перед тем, как обрабатывать грунт биопрепаратами, как я говорила, я буду нынче вот в этой теплице, биологический способ биопрепаратами поливать, потому что убрала здесь раньше, это у меня было для раннего урожая. А следующие теплицы, в которых перцы, они у меня будут расти, перцы там до самых заморозков, потому что они возревают позже. И там мне придётся применить химический способ обработки, то есть я буду поливать землю или медным купоросом, или железным купоросом, или марганцовкой, это я выберу. Но там уже вот так спокойно, тихо, мирно обработать не придётся. Там придётся торопиться, потому что перцы у меня допоздна. Начинаем про промывку. Чем можно помыть каркас? Ну, во-первых, можно помыть вообще очень просто. Взять ведро горячей воды, немножко мыла, лучше хозяйственного такого, именно не косметического, не ароматного, или дегтярного, или просто самого дешёвого хозяйственного мыла, мыльный раствор, взять тряпку, взять ведро, нижнее помыть тряпкой, где достаёте, там где не достаёте, можно на швабру, и достаточно даже такой обработки. Но я обычно обрабатываю слабым раствором марганцовки, и обрабатываю или жуком, вот в том году я показывала, ой, не в том году, а весной, обрабатывала каршером, брала у мужа вот этот вот аппарат, которым он моет машину, но, к сожалению, нынче он сейчас уже его в подвал спустил на хранение, я кинулась наверху, нет, может быть, следующую теплицу обработаю. Сегодня я буду обрабатывать жуком, раствором марганцовки. Почему хороши вот эти обработки или вот этим каршером, или жуком, или другими такими устройствами, у которых струя, потому что очень удобно вымывать вот в металлоконструкциях, во всех этих соединениях, в узлах, где соединяются эти железки, вот под ними, просто тряпкой, там никогда мы не вымоем. И вот именно жуком, и именно вот этим устройством для мойки автомобиля очень удобно и наверху, вот, и в боковых, во всех щелях, во всех расщелинах, оно очень хорошо выбивает, особенно в том случае, если у вас была фитофтора, то лучше все-таки применять вот эти устройства, которые вышибают вот оттуда, изо всех щелей, вот эти споры. Почему сначала начинаем мы с мойки каркаса, а потом уже грунт? Ну, это ясно. Если мы грунт обработаем, у нас будет чистый, потом начнем вот это мыть, все опять вся эта грязь, вся эта микрофлора у нас попадет на землю, и как бы не пришлось обрабатывать еще раз, поэтому сначала мы тщательно вымываем всю теплицу, вот она высохнет, это, ну, вот это вот поликарбонат, и потом уже будем обрабатывать землю. Какие препараты для мойки? Самый распространенный, это раствор марганцовки. Ну, еще применяют и фитоспорином моют, и моют даже медным купоросом, если была фитофтора, то вот такие применяют тяжелую артиллерию, вот прям моют, берут тряпку, медный купорос, одевают перчатку и протирают, именно чтобы убить споры вот этой фитофторы. Вообще, конечно, ничего сложного в этом нет, я вот сейчас покажу, развела марганцовку. Марганцовку делаю не по весу, делаю на глаз, чтобы был вот такой раствор, не очень крутой, такой слабый раствор. в жука все это наливаю, я сейчас что-то не смогла его отрегулировать, я не буду терять ваше время, он у меня что-то засох, и начинаю вот все-все-все-все-все промывать. Чем удобно работать жуком, что он вот туда может свою струю, что он, видите, может свою струю и туда, и все боковые. Это очень легкий способ, это не с тряпкой, вот я сейчас все промою, очень быстро. Конечно, верхние я мою меньше, а нижние, вот где соприкасались растения, тут вот бывает ссор, грязь. Я сейчас один раз пройдусь, они стекут, потом пройдусь еще один раз. Все, вот этот первый этап, с чего начать? Конечно, моем весь вот этот купол. Это первый этап дезинфекции, это самый важный такой, потому что на краях, вот на этих, на стенках, тоже могут быть, ну, всякие вредоносные вот эти вот бактерии, которые мы должны убить и уничтожить. И когда мы вот это сделаем, помоем все, лично я, когда это сделаю, сейчас немножко оно, как, просохнет, обсохнет. Обычно я вот в том году мыла марганцовкой, потом сверху еще ополаскивала водой, потому что я побоялась, как бы не было налета вот этого марганцовки. Вот я сейчас все помою, потом приду и буду поливать грунт. И я вам покажу. А сейчас, вот это видео, когда закончу, я расскажу про термический способ обработки, потому что некоторым он пригодится. Я не буду термическим способом обрабатывать, но кто-то, может быть, будет. Я просто расскажу на словах. И кому-то это поможет. Вообще вот эта дезинфекция теплицы, мы сейчас в этом году уже готовим почву для получения богатых урожаев на будущий год. Обработка теплицы, обработка почвы – это сохранность наших урожаев будущих и нашего труда за весь-весь сезон. Все, до свидания. Сейчас я выключу и начну следующий видеоролик. Субтитры сделал DimaTorzok